МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Нефтьюганск можно назвать, пожалуй, настоящим оплощением современной Югры. Город очень молодой, основан нефтяниками и, по сути, вырос на нефти. Но это не какой-нибудь там бахтовый поселок. Здесь можно и даже нужно жить, развиваться, духовно расти и веселиться, как и полагается, современному человеку. Ну и, конечно, здесь есть куда пойти туристу. Городу ни много ни мало 60 лет. А это, знаете ли, уже история. Стелла первопроходцев – одно из самых известных мест в городе. Но, говорят, здесь и кроме нее есть много чего интересного. Пошли. Когда-то с этого места начался город. Да-да, именно здесь высадились геологи. Думаю, символично будет начать экскурсию отсюда и мне. Итак, знакомьтесь. Музейный комплекс «Усть-Балык». Жилой дом 60-х годов 20-го века. Это, я так понимаю, дом быта тех людей, которые приехали строить нефтеюганск. Становочка. Примерно как у моей бабушки. Сундук с добро. Прялка. Прялки у моей бабушки не было. Ковер с оленями был. Балалайки тоже не было. Вот она, живая, не такая уж далекая от нас история. От меня точно. Ведь многие выставлены здесь экспонаты. Я помню, как простые бытовые вещи. Холодильник «Юрюзань» промораживает все до состояния крепчайшего льда. Часто открывается. Открывается. Но, к сожалению, пустой. Знаете, в чем главное отличие и достоинство тех часов, которые все время стоят, от тех часов, которые немножечко спешат или отстают? Часы, которые все время стоят хотя бы два раза в сутки, показывают абсолютно точное время. Кстати, если ничего не путаю, таких шишечек должно быть две. Да уж, судя по всему, мое точное время здесь – детство, которое, кажется, помаленьку начинаю впадать. О, Кузя! Это же мой гномик. Что он тут делает? Как он сюда попал? Эх, санки-санки. У меня такие же были. Почти. Ну что, движемся дальше? Музей-то большой. О, привет! Мяу! Киса! Кису нашла. Киса-мяу! Не пугайтесь. В Егорских лесах тигры еще пока не завелись. Это я в местном зоопарке. Он не в самом Нефтьюганске, а чуть дальше по трассе в сторону Сургута. Услыхав про это место, я сразу сюда примчалась. Вы ведь знаете, как я люблю животных. А это оказалась целая база отдыха, куда можно приехать и одному, и целой семьей. Здесь я и решила остановиться. Ну а пока вперед! Ёшкин-матрюшкин. Ушел на него с лапами. Ты видишь? С ременью на крылья, крылья на лапах. Шустрик там какой-то бегает. Сейчас я хочу его словить. А вот он! Телепочка! Привет! Привет! Что ты? Внутри, за рукой. Классно. Как можно позвать кроликов? Эй, кролик! Нифиганью, брат, мир! Ну маленькие такие ласточки. Ты, боже мой! Ты, моя халюсия! Божечки! Как их здесь много! А я еще даже ползоопарка не обошла. А их же всех еще и кормить надо! Это интересно, сколько здесь бочек еды в день уходит. Даже подумать страшно. Ну что, товарищи, каждому югорчанину по своей личной бочке нефти. Да уж, было бы неправильно исследовать историю города с таким названием. И ни словом не заикнуться о нефти. Впрочем, музейный комплекс «Усть-Балык» и не даст мне совершить такой ошибки. Углеводороду и его добытчикам здесь посвящена целая экспозиция. Но так как на часах у меня все еще детство, то я с упоением продолжаю задавать детские вопросы. Странные у нефтяного пожарного какие-то перчатки. То ли они с другой планеты, то ли три пальца нужны для каких-то специфических операций. А у водолаза пальцев вообще нет. Зато какие у него ботинки. Вот бы мне в футбол поиграть. Пионерская форма. Моя несбыточная мечта. Подушечки. Хочу, 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 хочу. Настя, ты где? Отзовись. Куда пропала? Мишка, Мишка, ты самец или самка? Будешь моим новым соведущим? А то Насте куда-то пропала. Езжай, 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 езжай. Уть, на, диколюжий какой. Вкусно тебе? Чего лапу-то положил? Все, я скормила целую морковь. Ракета на старт. Что-то мимо. Миша долетела. Вкусно. Прости, друг, она была одна. Оказывается, кормить животных – мое призвание. Это я поняла здесь, на базе отдыха Парус. Хотя тут они хорошо питаются. Оторваться от процесса их угощения попросту невозможно. Хм, а с медведями-то здесь обращаются, как в лучших отелях. Тут тебе и ванная, и другие удовольствия. Только вот чашечки кофе не хватает. Угощать вкусненьким здесь можно не только медведей, но и других животных. Волков, например. Но после косолапых в этом плане больше всего понравился мой коллега по профессии. Ну или просто хорошо притворялся. Репетируем бокалом. Поем. Друг, ты чего? Ладно, я без зуба. Ты-то куда? Давай. Все, ну, лови. Вкусно? А то. Давай. Опа. Ну-ка. Вкусно? Скажи, нет, что-то не то. Давай еще. Ух ты. Звук не нравится. Чмопка не. Я холесик. Еще? Ничего себе ты пролаги. Мне что, Костя звонил? Ладно, потом возьму. Мне сейчас некогда. Ой, спасибо. Еще горячее. С пылу с жару. Если кто забыл, напомню. Нефтьюганск был основан в 1961 году, когда человек впервые полетел в космос. А это значит, что с самого первого дня своего появления город шагает в ногу с прогрессом. Об этом говорит хотя бы то, что в нем действует один из трех понтуриумов, которые есть в округе. Здесь ребята учатся креативно мыслить и заглядывать вдаль, в самый космос. Но и о нуждах старушке Земли не забывать. Вы не поверите, но это ветряная мельница, концептуальная модель. Один примерно к 15. Вот здесь внизу находится электромагнит. И при скорости ветра хотя бы один метр в секунду конструкция начинает шевелиться. И здесь создаётся напряжение. Вот так-то. Попасть на обучение сюда может абсолютно любой ребёнок. Главное было бы желание. Они узнают и о креативных техниках прошлого. Погрузки, паруси, кричи ноги, красот. Это сказки, песни и веселье. Да, это же настоящая магия. Магия мультипликации. И познакомиться с оборудованием будущего. Например, с таким вот 3D-принтером. Поговаривать, чтобы сделать одну такую модель, порой уходит до 20 часов. По-моему, это роборука. И вот вы спросите, а можно ли попасть сюда обычному туристу? Отвечу чуть позже. И даже покажу то место, куда совсем скоро смогут с помощью Кванториума отправиться все желающие. Настя. Возьми трубку. Настя, ну наконец-то. Где пропала? Медведь не кормила? С тобой не соскучишься. Давай-ка, быстро ко мне. Записывай адрес. Это что за штука такая? Микроскоп? А, это телескоп. Точно. Сейчас у него, к сожалению, ничего не видно. А это, друзья мои, глобус Марса. Сюда я хочу пригласить свою соведущую. Зажигание. Подъем. 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 Они не очень умеют рулить. Кому, если не мне. Но так что, попав на автоматическую станцию, я первым делом захватила рычаги управления. Чем занимаешься, коллега? Охлаждаю турбины. Да? А можно мне попробовать? Не тронь. Уйди. Вот сжатина. Ладно, ладно. Смотри, не взорви нас. Не взорву. Не переживай. Ну, подумаешь, взорву там немножечко. Чуть-чуточку. Раз уж я капитан, отчего бы и не покомандовать. Вон, пусть Костя проверит заряд третьего аккумулятора. А то приборы показывают, что он барахлит. Третий, говоришь? Вот он, третий. Заряд нормальный. Так. Костя, кажется, обиделся. И отправился на экскурсию по станции. Главное, чтобы ничего не сломал. Надеюсь, тут все предусмотрено на случай его визита. Интересно, а что будет, если я нажму этот тумблер? Пробуем. А он не нажимается. Схема коммуникации энергетического отсека. Так. По-моему, все предельно ясно. Мне туда. Привет, коллега. А куда это я забрел? Лампочки. Что это такое? Фух, горячее. Наверное, реактор. Ну, туда уже нельзя. Там опасно. Там Марс. Ладно. Если Настя главная на станции, то я в лаборатории. И здесь все мои ассистенты. Даже капитан. Пускай мне пробы носит. Спасибо. Вот он. Серпентинит. Редчайший на земле минерал. На Марсе его просто завались. Ну, а это базальт. Второй популярности. Минерал на Марсе. Ну, вот он. Марсианский песочек. Классный. Ну что, коллега, остаемся на Марсе еще на серию? У меня встречное предложение. Остаемся в Нефтьюганске. Заметано.